ребят здорово всем сегодня будет очень полезное видео давно с вами не виделись все это время я очень часто ездил на рыбалке но не снимал контент потому что последние рыбалки набирал набирали мало просмотров ну в среднем вот если это в это время у меня набирает там на 7 8000 на видео то ночные рыбалки набирают меньше но потому что тяжело показать ночью момент поклевки там это просто как бы вываживание рыбы нарезка из вываживания рыбы так скажем и я решил потратить все свое время но его большую часть именно на ночные рыбалки их очень люблю по судаку нарабатывал новые проводки новые тактики ловли ну и на своем канале я всегда ну делюсь информации полезной сегодня будет очень полезное видео в общем смотрите не переключайтесь ну начнем с того что наверное вот за последнее время где-то мотаюсь я по три-четыре раза в неделю вечерами с теми же пацанами вот получается илюха женек артем и ильнур тоже с нами сейчас гоняет вот все мы в принципе умеем ловить судака и ночного и дневного любого именно с берега я считаю что немножко умеем мы естественно никакие не эксперты просто любители которые делятся ну своим его своим опытом наработками и в первую очередь для начинающих информации очень будет полезно сегодня просто разберем как в принципе мы ловим ночного судака то есть 5 топ-5 наших тактик по ловле ночного судака прям всю подноготную вот начнем с первой тактики это ловля на легкий джиг я очень плотно несколько лет ловлю на легкий джиг чтобы вы понимали что такое легкий джиг для меня это единичка плетня восьми жильная и вы на ней кидаете допустим три три с половиной грамма виброхвост или слаг к примеру немножко шумно будет тут машина вот ездит во дворе стою ну ничего вот и легкий джиг позволяет вам по любой пассивной рыбе практически всегда наковырять три четыре пять хвостов по времени это где-то допустим вечерка но условно говоря на точке я там бываю ну 7 8 вечера и в среднем часов там до 12 например иногда до часу иногда позже когда позже приезжаю по всякому но если это все-таки рабочий день следующий то это где-то ловли часов до ну там 11 12 чаще 12 наверное вечер чтобы успеть добраться домой поспать хотя бы три часа и в пять утра вставать ехать на работу ну я люблю ловить ночного судака терплю вот это вот все когда ходишь там на работе такой вот как пыльным мешком у за угла пришибленный но но я кайфую короче от этой ловли вот легкий джиг в принципе позволяет вам наковырять эти три четыре хвоста всегда учитывая то что я ловлю на камеру поэтому практически все мои рыбалки они успешны вот это обычных два оборота пауза но очень-очень медленных я сто раз уже показывал видео вот на легких весах приманка висит у нас слабое течение по глубине это пять шесть четыре с половиной метра в среднем это бровки также с глубиной там три с половиной четыре метра сво именно сам свал ты облавливаешь вот на это реагирует абсолютно пассивная рыба то есть когда судак не клюет на стандартный джиг стандартный джиг это 1-2 секунды два оборота пауза а он на него очень часто не клюет этой осенью причем упирался не только я и илюха но наши все мучения заканчивались после там просто минут сорок нет ни пичка вообще просто вот и он просто не гоняется за приманкой нафиг ему это надо вот а подвесона дают свой результат поэтому первая тактика это легкий джиг но легкий джиг он может быть в разных вариациях вот про первую вариацию легкого джига которым я ловлю уже наверное последних года три-четыре плотно я вам рассказал по приманкам до того как вода станет 2-3 градуса а сейчас она 3 градуса офигенно работают слаги летом в жару хорошо работают виброхвост и также получается плюс виброхвост дает вам еще дополнительный подвесон но что касается слагов именно их преимущество по пассивной рыбе очень сильно заметно это вот прям все лето и да где-то середины ноября даже нет вру наверное до того как вода не начнет прям сильно остывать это чуть пораньше до начала наверное ноября вот потом уже когда вода остывает слаги работают также как виброхвост и на на уровне когда вода остынет совсем как сейчас до трех градусов в мерзше например вибрики работают лучше говорю честно несмотря на то что я лью свою резину но это не значит что слаги не работают я также получаю поклевки на слаги но когда стоишь на рыбе есть возможность сравнить вот и получается резина опять работает не вся если возьмете плотную деревянную резину она вас работать не будет по холодной воде что сейчас действительно работает лучше всего последнее время я не считал рыбалки но много у нас их было и более половины из них были очень успешны вот подряд уже наверное 45 рыбалок мы прям с ульнуром косим судака неплохо то есть именно пассивного то есть это некоторые рыбалки если чуть подморозит там вообще у нас рыбалка была за 70 поклевок на двоих мы бахнули а так даже при пассивной рыбе вот за десяток хвостов мы стабильно ловим то есть в среднем там 12 13 15 ну часть отпускного судака то есть мы не берем судака 600 грамм 500 грамм даже 700 грамм мы часто не берем берем грамм от 800 судака вот попадается судачок где-то до двух с половиной килограмм в среднем ну и люха вроде как трешку там на первых рыбалках валил то за трешника по моему даже вот ну и женька таких тоже неплохих ловил то есть но у меня тоже задвушники были и были в количестве то есть попадались там несколько задвушников нормально в общем по трофейной рыбе плоховато но если опять я сто раз говорил если вы хотите ловить трофейного судака ловите на воблера на воблера я в этом сезоне не ловил потому что ну практически не ловил вот на последней рыбалке 3 поймал на воблер на дипспайра просто решил вспомнить тему засунул ему поднос воблер и там деджик молчал просто снял трех штук еще одного слил был 6 поклевок еще был там подвис то есть за подвис и воблер его наказывает там два тройника он абсолютно любую пассивную рыбу воблер ловит проблема в том что воблер нужно подать в определенном горизонте прямо к носу пассивный ребенок за ними поднимается и не везде ты на воблер положишь но потом отдельно поговорим про воблера сейчас мы разговариваем пора первую вариацию легкого джига ну затронул тему резины именно применяйте мягкую резину сейчас по холодной воде это кейтэч это бас ассасин офигенно работал офигенно кейтэч ульнура работает у меня бас ассасин потом свамора что еще работал у нас из бюджета конечно же рекомендую прям вот топ из бюджета что топ работать не хуже кейтэч а если найдете резину пробейте именно и зики у них не берите все подряд у них есть деревянная резина которая поклевки не в холодной воде ты на нее много получаешь поклевок но сквозь нее даже офсет не проходит настолько деревянная как-то у них fat tail что ли называется я брал куча поклевок а рыбу засечь не могу просто одни сходы вот именно копия изи шайнер если найдете работать не хуже кейтэча еще из бюджетного порекомендую фирму химера резину химера тоже отлично ловит я прошлые года тоже на нее ловил по холодной воде воде она работает она как жвачка вот эту резину стоит применять что касается кейтэча но ильнур пока не парится ловит на кейтэч когда у нас рыбалки там поклевок извини по 35 на человека по 40 у него по три пачки этого кейтэча отжирают просто то есть ну резина 1 поклевки судак просто клацает ее на раз ну он щипает часто хвосты откусывает либо ударчик ты всекаешь пол приманки нет я на кейтэч ну ловлю но у меня душит жаба честно скажу еще при том что лью свою резину конечно под эту тему под мягкую резину сейчас буду тестировать ну по холодной воде тоже буду пробовать вот сделал слаг это у нас цвет арбуз если вы видите ну насколько он звонкий насколько подвижный это плавающая резина то есть хотел я давно сделать плавающий слаг помимо обычных слагов которые в определенное время года косит все живое но реально отлично работают многие разловили его многие отписались что прям слаги очень хорошие получились вот еще хотел сделать плавающий слаг это пятерка плавающая ну допустим на легком жиге будет небольшое определенные преимущества весе то есть при чуть большем весе на полграмма грамм соответственно чуть большем забросе там порядка там трех-четырех метров вы будете получать ту же паузу если допустим я ловлю на этот слаг 20 на стандартном джиге например два с половиной три грамма и он за счет формы офигенно летит на единички восьми жильные его кидаю он летит нормально на 3 граммах его можно забросить не на 10 не на 20 метров на 35 это в принципе с этой дистанции можно работать вполне то вот этот товарищ можно гонять на трех с половиной четырех граммах он будет давать ту же паузу по пассивной рыбе соответственно те же три-четыре метра с каждого заброса вы просто умножаете насколько больше участок реки вы облавливаете вы сделали там не знаю 10 забросов на 30-40 метров реки больше если вы сделали за рыбалку 100 забросов 300-400 метров проводки вы получили больше вот плюс мягкость резины плавающей она гораздо выше чем у стандартного силикона вот то есть от резина прям ну я не знаю чем сравнить но чем-то на бас ассасин по плотности похоже такая с кейтэчем не буду сравнивать они в резину там и соль какую-то добавляют какие-то вещи что она разлагается сама ну как мне сказали борются за там экологию вот все дела вот это вот прям мягкая резина вот такая вещь в принципе есть определенные плюсы ладно хватит про эту резину про свою все это покажет река время то что слаги ловит в определенных условиях бомбезно уже как бы время показал я два сезона ловлю на слаги такие вот дела по приманкам рассказал по проводке рассказал просто два плавных оборота сейчас перейдем ко второй тактике ловли ночного судака но прежде чем перейти ко второй тактике ловли забыл сказать про минусы 1 минус это то что ты теряешь очень много времени и ты можешь проспать тот момент когда будет выход реальный выход судака то есть если рыба пассивные и не клюет да ты уговоришь всегда три-четыре хвостика но если судак начинает включаться стоит применять другие тактики вы поймаете больше потому что вы будете экономить время на проводке все закончились первые вариации легкого джига переходим ко второй второй вариации легкой джига джига это практически такая же как первое только вы облегчаетесь по весу если условно говоря вы ловили на три с половиной четыре грамма например вы облегчаетесь до трех грамм к примеру ставите туда еще какой-нибудь виброхвост который дает вам подвисание используете не два плавных оборота катушки один в том году я очень плотно применял эту тактику когда стояла просто пятно рыбы в точке то есть под бровкой набился судак под ответственной бровкой в количестве в огромном и проводки за проводку было аж несколько поклевок если у тебя сход следом садится 2 там мясо короче было я ловил там не скромно меня хотели за это ловил там мешками по мешку за рыбалку возил вот это вторая тактика легкого джига то есть ключевой момент один оборот катушки тоже плавный максимально плавный оборот подвесом вас будет где-то три с половиной четыре секунды и на грамм джиг облегчаете вес там далеко кидать не надо вот вы знаете что в этой точке стоит судак и просто в эту точку там метров с двадцати пяти с тридцати ложите приманку все и получаете просто раздачу вы скажете туда кинь в эту точку любую приманку и будет косить нет я уже рассказывал про этот случай рядом стоял человек кидал не 3 а 4 грамма у него ни поклевки не было это не одна рыбалка ребят еще были такие рыбалки когда просто облегчаешься на один грамм и получаешь десяток поклевок вы поймите что вы ловите судака это самые капризные рыбы наверное по которой просто один оборот катушки может изменить вашу рыбалку снизу вверх вообще кардинально годами это проверяется то есть это действительно по судаку решают нюансы мелочи поэтому кто-то ловит один-два хвоста кто-то например может поймать 20 хвостов там же к примеру просто будет использовать на грамм веса меньше вот и все пример я вам говорю я в такие ситуации попадал не раз тот самый ключик по судаку он ищется постоянно потому что одна тема работала в одну рыбалку в другую рыбалку работы эта тема не работает ищешь другую тему то есть тем он и интересен когда начинаешь его понимать найдешь вот этот ключик от этого и как бы кайфуешь вот про ключики мы сегодня с вами разговариваем говорю все объективно открыто минус второй темы то что вы теряете еще больше времени чем в 1 но результат может быть прям ошеломляющим вот то есть этой проводкой как поисковый вы ловить не сможете одним очень медленным оборотом искать судака ну ну да вы наковыряете там ну какое-то количество но это не поисковая проводка это ее минус и опять же все вот эти тактики они хороши в определенных условиях как и приманки нет одно универсальной приманки которые ловят лучше других всегда нету просто для каждой приманки есть определенные условия так когда для каждой тактики и проводки разберем третью тактику это ловли на воблера я очень плотно ловил на воблера всего крупного судака я поймал на воблера крупный судак ну чтобы вы понимали но я сто раз говорил уже что об этом рассказывать ну скажем от 4 5 килограмм это крупный судак для меня то есть та же трешка принципе она нет-нет да и на джик влетает а вот извините судак 4 плюс он на джик очень очень редко влетает у нас за все года времени женька поймал одного судака в районе 5 4 700 на джик я ловил 4 300 на джик илюха за трешников там ловил все понимаете при количестве рыбалок и количестве рыбы можно сделать вывод что судак крупный на джик клюет гораздо хуже чем на воблеры потому что на воблеры я ловил три года подряд три подряд осени судака до 8 килограмм то есть первый год 18 там вообще был в количестве за октябрь месяц я наверное десяток поднял судаков там таких шесть семь пять четыре плюс вот при том что я каждый день не ездил на рыбалке также внутри рыбалки по любому я мотался в неделю ну немало но но в каждую вторую рыбалку то просто ловишь какую-нибудь торпеду там понимаете да и в тех же условиях я пробовал ловить на джик ловился стандартный судак до двух с половиной там килограмм до двух до двух с половиной потому что ему не хватает паузы как ловить на воблер я сто раз объяснял это просто плавная проводка на засыпание так скажем это плавный оборот из-под твич его ними воблера воблеры шумовые воблер должен греметь делайте длинные паузы вот именно в длинных паузах кроется и весь секрет то что когда ты перед мордой судаку маячишь этим воблером а если еще чуть-чуть мало-мальски течение присутствует у вас воблер на месте просто вот так раскачивается крупный судак не выдерживает он не гоняется за мальком на мой взгляд а вот воблер перед мордой он вы ему маячите он шлепает бывает очень серьезно аж кисть загибает она джиг нет не хватает ему тех четырех секунд максимальных зависонов примеру для до поклёвки ему этого мало плюс на подмотке лучше использовать один оборот главный один оборот подмотали раз-два подтвич или например сделали паузу секунд 67 держите в натяг воблер например на течение не на течение выбрали слабину шнур натяг ждете поклёвки нет поклёвки 6 секунд прошло опять раз рывочек сделали погремели воблером опять подмотали ждете вот такая проводка насыпание дает самый лучший результат она гораздо веселее чем равномерка я сравнивал поклёвок в разы больше но это не только восемнадцатый год был по крупному судаку это девятнадцатый год семь с лишним я там поймал что-то в районе там четырех пяти килограмм еще были судаки это и двадцатый год когда восемь стоя поймал это все воблеры я думаю глупо спорить что судак ловится крупный на джиг лучше чем на воблер или так же нет не так же вот перейдем ну наверное про воблеры все рассказал все модели у меня на канале есть видео то 5 воблеров там более подробно про все воблеры которые очень хорошо ловит судака в моих условиях по проводке тоже все объяснил перейдем к четвертой тактики которая применяется по ловле ночного судака на одной из рыбалок жене нам показал как ловить на крупную резину то есть там была такая ситуация встали на точку . было но это с тех рыбалок которая была у меня на канале где просто с рыбу уехал там десяток хвостов поймал за час наверное полтора и просто уехал срывы чтобы мешок не набивать вот пришли на эту точку четвером получается я руслан люха женя я стал ловить на легкий джиг получал какие-то незначительные поклевки на тяжелый вообще там поклевок не было ну на более тяжелый получал поклевки потом переместился на метров 30 там я понимаю что при таком количестве рыбы если он здесь не клюет его мало он клюет но так себе переместился на 30 метров и просто одного за одним начал косить судака женька с русланом начали ловить сразу и ловили на крупную резину крупная резина это от 14 сантиметров то есть это где-то 14-18 в среднем это 16 это нарвал slimmino chapitel 14 сантиметров chapitel 16 но вот это вот все крупные вещи они ну и чопик 18 вот эти все крупные вещи они работали я не помню только чопик в 16 размере есть или нет но вот нарвал slimmino он как раз 16 сантиметров вот это все работает 14-18 тот момент была еще не остывшая вода нарвал плотная резина и она нормально работала в чем разница мы поймали все примерно одинаково вчетвером мы поймали ну где-то по пол мешка вот почему в чем была разница если у меня на легкий джиг судак был пассивный ловилась но поклевки были ну такие тук средне бздёвые так скажем все абсолютно то есть без хлестких ударов потому что рыба пассивная тоже не поклевки с русланом были отдай спиннинг то есть поклевки были такие что ну как он должен клевать вот как я это вижу я думаю то что на крупный объект он реагирует более уверенно и на точки где есть конкуренция у рыбы то есть когда на приманку выходит там вас по два по три судака я думаю именно так и происходит за проводку и они между собой начинают там бодаться кто первый втащит по этой приманке вот именно так он клюет опять же именно я применяю потом я также применял эту тактику я ловил также на легкий джиг с лодки с женей у меня поклевок было ну там парочку потом как только поставил на ролл слим 16 сантиметров это не реклама кстати я просто говорю вам приманки которые у меня работали чтобы вы понимали я никакое отношение не имею колго быть сейчас данный момент и не имел никогда в принципе вот просто по моделям чтобы ориентировались можете взять любую другую крупную резину например я подряд получил 5 поклевок прям подряд я применял проводку 345 оборотов медленных и пауза ловил дно кто-то скажет эта проводка пятерцова но меня всегда поражают эти люди ребят я такой проводкой ловил когда мне было там ну не знаю лет десять если мне давали колебалку например отец мы так и ловили мы делали несколько оборотов там например примеру и просто делали паузу плавных оборотов и в проводку ловили вертушками просто без паузу на грани срыва например проводки делали также паузу там пятерцов но не не при каких делах вообще ни при чем просто он применил напали вот эту проводку которая известна уже фиг знает сколько лет назад и многие люди и ловили вот потом крупная резина перестала работать вот то есть темы все они работают в каких-то определенных условиях хороша какая-то своя тема и чем больше тактиками ловли вы будете обладать тем лучше результат вы получите это объективно так почему крупная резина да потому что мы я думаю почистили там рыбу несколько рыбалок еще там было его там стало меньше и не только мы там еще народ приезжал также ловили судака соответственно его там чистили все в этой точке его там стало просто меньше и плюс более пассивная рыба ну она просто не стала гнаться за приманкой не стала взлетать как бы за ней ты все равно делаешь проводку вот эти там пять оборотов она взлетает над одном у вас приманка тактика хороша когда судак стоит в количестве наверное будет одна из лучших тактик легкий джиг может не проиграть у меня он не проиграл но поклёвки мы едем за поклёвками нефиг сравнивать там были повторюсь еще раз удары отдай удочку это действительно так потому что илюха потом тоже стал так ловите тоже получал очень офигенные поклёвки вот это получается уже четвертая тактика который я рассказал вот применяйте пробовать пробуйте применять крупную резину вот пятая тактика будет эта ловля с перегрузом я рассказываю не только о своих тактиках но и как ловит мои друзья надеюсь они будут не против вот ловля с перегрузом у нас с успехом ловит илюха он получается она работала работает у него определенных точках работать не на ни одну рыбалку он уже прям несколько рыбалок очень классно ловит перегрузом на слаги именно илюха у нас начал ловить на слаги 1 когда хвост на приманке откусила и он заметил что рыба в разы стал лучше клевать это действительно так мне даже человек он недавно написал применил горит твою тактику от оторвал хвост на приманки и просто с точки где стандартная резина там молчала снял 4 судака подряд нормального размера это действительно так ребят бывает что очень часто вот так вот выручают пассивные приманки именно слаги ловля с перегрузом это когда при полном отсутствии течения для практически полном ты кидаешь там где можно кинуть 45 максимум 6 грамм ты кидаешь 14 16 туда на слаги когда например где-то рыба забивается под бровки еще бровка например удалена от берега бывает не под берегом бровка там миляку словно и бровка где-то там подальше немножко вот проводка там происходит под углом чтобы я как это вижу то есть легкий джек у вас будет заскакивать на бровку пролетать над рыбой если вы будете тяжелый джек кидать он просто будет идти вдоль бровки люха мне это объяснил в плане проводку делаю вдоль бровки за это скажем ему огромное спасибо вот это у него шикарно работает и приобретали ему там и щуки там 7 плюс щуку щуку 7 плюс он поймал в том году в этом году тоже такую под 5 бомбану по той же тактике судака 3 плюс то есть и в количестве рыбу ловил то тактика бывает срабатывает так что вот мы стояли вчетвером в том году рыбу там ловил только и люха то есть он с этого пятна под бровками на перегруз одного за одним снимал рыбу она стандартный легкий джек рыба не реагировала потому что джек туда не попадают легкий по этой причине но это опять тактика работает определенных условиях это были ее плюсы минусы ну коряги и тяжелый джек перегруз несовместимый вы тут же намотаете ну при ловле с берега вы тут же намотаете на свой тяжелый джек все коряги абсолютно там где грузик 453 грамма у вас будет скакать по корягам без проблем ну оторвете там на две-три приманки если вы будете ловить с перегрузом вот там оставите 20 приманок и будете всю рыбалку просто перевязываться все коряги плюс вы также тяжелым джеком ну вы их собираете короче это тема не для коряг в этом ее минус это какая у нас уже пятая получается тактика ловли вот и поделюсь шестой я хотел рассказать про 5 а я сходу все рассказываю 5 насчитала лучше стая крутая тема на последних рыбалках я и отработал я ее понял сейчас расскажу что за тема то есть когда вы разгоняете рыбу получается я стал замечать когда мы с ульнуром ездили например что в определенных в одинаковых условиях где мы ловили например у меня были какие-то точки и а у него в тот же момент очень были качественные поклевки вот не эта тема не понравилась я стал в этом копаться почему как пробовал экспериментировать различные типа провода каким только я обладаю и подброс на одном обороте делал и пробовал до одного оборота катушки нет все получал те же бздёвые поклевки а мне же охота поклевок я рыбу-то ловлю понятное дело но поклевок охоты и больше поклевок и чтобы они были более качественные так скажем когда ты ловишь столько лет например судака тебе не охота просто бздёвых поклевок те охота чтобы он лупил как надо ты за этим едешь не просто рыба поймать а именно за эмоциями я лучше поймаю вот реально просто какой-нибудь там судака два с половиной килограмма одного который мне влупит так что я чуть сапог не выпрыгну чем там условно говоря 33 килошки которые тюкнут у меня там еле-еле на максимальном облегчении на пассивной рыбе я лучше вот так вот ну че говорю честно как есть вот что это за тема как я ее допилил в общем про передатку катушки мне вопросу задавали я вконтакте выкладывал там пост вот посмотрите в общем подписывайтесь на мой контакт потому что не дай бог youtube закрою там хотя бы у вас будет информация где меня дальше искать если вам интересно чем я занимаюсь вы следите за моим там моими рыбалками например делитесь ну каким своим опытом комментариях я также стараюсь делиться с вами своим опытом подписывайтесь на меня все вконтакте вот про передатку катушки в общем у меня я ловлю последние года скоростным банкишем 16 года это которая 3000 скоростной 16 года модификация что не так с этим банкишем с ним не так для меня также как с любой скоростной катушкой как оказалось мне крайне тяжело подобрать тот темп проводки при котором судак будет разгоняться то есть именно когда вздевые поклевки можно рыбу разогнать это просто два оборота но они не в плавном темпе и не в быстром то есть важно подобрать тот темп он такой так скажем средний мне тяжело объяснить потому что это надо показывать на водоеме то есть какой темп проводки но условно говоря что по секундам чтобы понимали пауза должна составлять ровно три секунды ровно три вот может быть даже две с половиной ну две с половиной три не меньше и не больше веса для сравнения какие я применяю допустим если я ловлю на легкий джиг там на 3 грамма в этом месте я поставлю туда ну четыре грамма у меня получится меньше пауза я все говорю до единички восьми жилу восьми жиль на естественно если вы будете брать по диаметру другой шнур у вас совсем другие пауза будет будут вот просто два оборота но они в среднем темпе средний темп рыбу сгонял это работал не на одной рыбалке это работало очень часто когда я начинал разгонять рыбу поклевки были очень мощные вот плюс эта проводка вот две с половиной три секунды пауза то есть все же за весончик есть небольшой но он позволяет вам в таком плюс какой огромный в таком темпе вы можете уже работать с участком когда пауза не 4 секунды у вас завис о на две с половиной три вы можете работать с участком уже все равно быстрее и плюс темп проводки быстрее еще тоже у вас происходит сам темп и что не так с катушкой скоростной я часто сбивался с темпа то есть темп подобрал получаешь 3-4 поклевки мощных прям потом ну бывает такое что ты там чай попил сел ли кофе там вот раз руки у тебя были следующую рыбалку приехал руки под забыли и опять этот темп надо подбирать на этой катушке потому что на скоростной катушке совсем другая вымотка и помимо темпа влияет по судаку как оказалось сколько приманка проходит расстояние вот вы делаете эти два оборота одного вам мало для этой поклевки для такой мощный три много вот получается ему прям надо вот эти два оборота определенном темпе с определенной амплитудой понимаете с определенным зависанием это прям ну настолько тонко и на скоростной катушке очень тяжело подобрать когда подобрали очень легко сбиться поэтому я для себя сделал вывод что скоростными катушками ну по крайней мере последние сейчас ну следующие года ну не года не знаю следующий рыбалки я ловить не буду чё сделал я взял просто страдик который мне в запасе лежал в 4000 не там передатка 48 не 58 как на ванкише кто-то скажет ну ты за два оборота там получаешь ну 20 сантиметров всего лишь лишней проводки ну ребят это судак в вас и 20 сантиметров вот этой проводки будут влиять и амплитуда на которую подскакивает джек и зависание то есть он будет понимать что приманка от него не убегает и он просто ее тыкнет если он будет понимать что приманка в среднем темпе от него убегает он ее в тащит так что мама не горю понимаете к чему я все это говорю вот ловил на страдик мне с ним гораздо проще стало очень быстрее я стал подбирать вот эту тему это действительно так вот подряд несколько рыбалок прям подбираю без проблем эту скорость проводки вот поэтому для меня скоростные катушки по джигу сейчас на узло связи с этим я заказал себе ну страдик тяжеловат 4000 на меня 15 года он там что-то 280 там грамм весит могу ошибаться но он тяжеловат для моей тира естественно я заказал подвернулась мне на вид и катушка это всем известная катушка дайва сердит 2510 рп и 245 грамм весом рель там кнопи у него стояли стоят подшипники говорит под шпульники шпульном узле нету так буду докупать илюха сделает я надеюсь мне то вот кстати казанский кому ребят нужно делать его катушкам после сезона обращайтесь к ли я аверьянова не всегда под моими видео на него есть ссылка на его группу он очень давно этим занимается очень хорошо соображает в катушках он вам сделает качественные то катушки потому что я вот два года того не делал ванкиш он у меня он мне не крутится реально он вот оборот один делает там уже просто надо того сделать ванкиш это крутая мощная катушка несмотря на скоростную передатку действительно он ни в коем случае не убился у меня ну по крайней мере пара не рычит ничего то есть он но нужно мазать синтетикой во первых катушки синтетическими смазками а он у меня смазан смажь смазкой шимана которая минералка является и все-таки хотя бы ребят раз сезон делать этого тогда у вас ход катушки будет кайфовый плавный и при нагрузках у вас вот эта минералка она вымываться не будет оттуда ну меньшей степени чем синтетика меньшей степени будет выходить из главной пары у меня тоже она там остается там пленочка она опять там растягивается опять катушка ну на к вращается но не так она должна вращаться то есть ей нужно то просто сделать то вот дырка заказал я 2510 рп это увеличенная главная пара увеличенный шток по сравнению с размером просто 2510 без r индекса вот это увеличенные пары то есть это более тяговитая более мощная катушка и я готов мириться с весом 245 грамм при том что у меня рыбалка знаете какая я весной и вот осенью я судаков ну до полутора килограмм я их просто но выдергиваю с воды я не вожусь я там на фрикционе что-то там до полутора килограмм это просто вот подмотал на спиннинге поднял закинул ну на спиннинге ладно нагрузка она спиннинг идет но при поклевках там например когда я не знаю например я ловлю также на затянутом фрикционе процентов на 90 чтобы просекать рыбу то есть там все равно какая-то нагрузка идет плюс бывало корчевал коряги вот плюс корчевал смысле ну бывают же подвисоны как все кешь без поклевки сюда клюет просто подвис в количестве стоит рыба на адреналине там не различаешь но он без удара клюет просто подвисает и на всякий случай всекаешь какую-то корягу потом еще и протащить пытаешься понимаете там тоже идет нагрузка например какая-то на катушку но самой нагрузку мне идет когда я пытаюсь не удилищем рыбу вытаскивать как правильно но например это подмотал катушку и удилищем ты делишь у тебя в дугу гнется ты просто подтаскиваешь рыбу к себе а то повно наглым образом на адреналине просто вот так вот кручу катушку бывает такой то есть раз спиннингом подтащил 2 спиннингом подтащил на 3 провернул этого судака сюда просто катушка и был ну на адреналине так бывает ребят действительно то есть как в катушке должен быть запас мощности ну и вес тоже очень влияет на общую чувствительность снасти но я готов мириться с весом 245 грамм он не критичный он не 300 грамм но мощей там в 25 10 рп хватит за глаза там джиг до полтинника можно ставить понимаете она тяговитый катушка очень 13 года именно катушка нашел я бы уж на за 13 половиной тысяч вот страдик свой продам страдик пойдет для джига на волке на каме тоже он те же веса там до 40 грамм почему нет вполне четырехтысячник с передаткой 48 до легко вот плюс если мне вдруг надо будет куда-нибудь на волгу я могу взять эту катушку и кайфовать могу использовать джиг до полтинника вообще легко на ней то есть ну универсальность получается да некая и 245 грамм веса для катушки который ты можешь ловить и на волге например и на миша ничего страшного то есть я готов мириться с тем что у меня будет некая универсальность и мощь вот этого пытался найти что-то из современного но все не так то тут какие-то пластиковые паразитки то здесь что-то не так я не знаю то ну не знаю хочется взять ресурсоемкую катушку пусть и бушную а за цену которую я назвал но это просто подарок человек прислал видео показал как она работает человек увлекается покупкой и ловлей на дорогие снасти то есть там и палки и вергриновские и катушки классные у него ну продает я взял бушный вариант надеюсь он мне будет служить я не гонюсь за внешним видом катушки мне абсолютно пофиг как она выглядит честно скажу я понимаю как она работает пусть не как эксперт там в этой области не как даже илюх который то делает он гораздо там в разы больше меня знает но я понимаю как она устроена я своим катушкам делал часто его сам то есть я понимаю с чего она состоит мне абсолютно не важно как она выглядит то что там может быть она устаревшая какая-то на внешний вид не абсолютно пофиг я понимаю что это просто трактор мире катушкой он будет служить мне долго вот ребят что еще хотел сказать минутка реклама будет кто-то смотрел ну как рекламы у меня есть крестный получается у ребенка мой друг но у него супруга занимается изготовлением тортов на заказ под праздники под ну по дни рождения под свадьбы вот ну получается это не реклама это как бы мои близкие вот и может быть кому-то вам будет интересно но если заказываете вот пользуйтесь такими услугами детям на праздники там или себе там заказывать эти торты можете заказывать у нее говорить что с моего канала вы вам будет скидка на заказ вот там ссылку на нее оставлю и в описании в комментарии там закрепленным вот такие вот ребят дела люблю это повторять меня уже подкалывают привычка сейчас зимы пока зимы хочется но есть еще несколько рыбалок где можно что-то новое попробовать что-то применить вот вам 6 тактик которые работают не из книжек какого-нибудь кузьмина там или еще кого-нибудь ну я не говорю что он плохой рыбак он отличный рыбак за ним там пол пол страны следит блин все равно ну просто с моих рыбалок именно с практики нет у него тоже например с практики но как даже сказать то объяснить не знаю не то что вы где-то там прочитали где-то услышали а я именно вам рассказал всю вот эту подноготную какие проводки применять как ловить и где каждая из тактик работает ее плюсы и минусы каждый вот в чем плюс то есть я промо это разжевал я считаю на максимально возможном уровне вот и все проводки многие сну многие проводки у меня великали мелькали видео их также можно найти где объясняю так сяк просто все это сейчас собрал в кучу и новыми наработками поделился вот ладно следите ребят за каналом ставьте палец вверх кому понравилось вот по резине делаю заготовки вот зимой ну задел делаю некий куча народу пишут до сих пор как купить с россией вот мы не с казани надеюсь придумаю к следующему сезону сделаю задел буду отправлять по россии как не знаю почта из дек может на зон выйду может еще как то ну видно будет в общем в общем планы такие есть отвечаю всем все ребят всем удачи пока 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 это не mega